Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях заслуженный деятель искусств, профессор Московской консерватории, член Союза композиторов России, кавалер Ордена Дружбы Татьяна Георгиевна Смирнова. Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Мне очень приятно побывать в Киеве в пасхоликах. И для меня это очень знаменательно, потому что, во-первых, Сергея Александровича Сенина, которого я очень люблю, стихи которого положены и в мою музыку, и, как говорится, родина учебы Сергея Александровича. Я давно мечтала побывать, и я здесь сегодня с вами, мне это очень приятно. И я хочу сказать, что привезла я с собой учебник свой, несколько слов о себе. Я училась во всей триаде Московской консерватории, я имею в виду музыкальную школу при консерватории, училище и консерваторию, которая закончила по двум факультетам, фортепианом и композиторским. Надо сказать, что мне повезло, потому что я занималась в то время, когда просто и фортепианы, и композиторские факультеты всветали буквально. Потому что такие имена, и я у таких педагогов училась, что это, конечно, гордость за нашу Родину, за наше Отечество, и за ту школу, именно русскую школу, исполнительскую, которая славна везде и во всем мире до сих пор. Хотя сейчас, конечно, немножечко время изменилось, и я в консерватории давно преподаю, но с каждым годом я вижу изменения, не всегда хорошую путь, к сожалению. Появляются новые тенденции, вот эти тенденции не всегда равны. Но тем не менее, вот ту базу, которую я получила в Московской консерватории, конечно, она становится счастливой, которой в те годы занимались, учились у таких профессоров. Ну вот, в частности, в моей биографии был Геннадий Густавович Нейгаус, которую я обожала, и который, как говорится, потом передал уже свою эстафету своим ученикам, и, в общем, меня это очень так всю жизнь поддерживает, потому что Геннадий Густавович, как и его ученик, Геннадий Густавович, и, конечно, это представители вот самой, что ни на есть, вот такой русско-исполнительской школы. Великолепные музыканты, которые, вот свет от которых до сих пор идет, конечно. А по композиции тоже у меня такое общение с Юрием Александровичем Шакориным, это мэтр композиторской русской школы. А потом, после его ухода, я занималась, заканчивала консерваторию у Евгения Кирилловича Голубева, профессора, который воспитал 44 больших композитора, среди которых, ну, все знают, и Шпай Андрей Яковлевич, и Шнитке Фридаревич, и Николаева Татьяна Петровна, которая была и композитором, и пианистом. И целый ряд очень больших, хороших, замечательных наших музыкантов. И надо сказать, что вот к столетию Евгения Кирилловича мне удалось все-таки сделать, как бы это тоже было не просто, его диск выпустить именно Московской консерватории, где он столько сделал больших музыкантов вообще за всю свою 40-летнюю вот эту педагогическую работу. И состоялся концерт в малом зале консерватории, и прозвучала его музыка, и хоровая, и фортепианная, и органная, поскольку творчество Евгения Кирилловича очень многообразное и интересное. И вот этот диск тоже я привезла с собой, потому что это уникальная возможность. Сейчас вот уже эти люди уходят, и это просто уникальная возможность слушать великолепнейшую музыку, которую, конечно, создавали наши большие музыканты. И вот, учтя то, что я занималась по двум профессиям, и это всегда было, это было еще в училище, где старейший учил меня, старейший композитор, не дал он, ушедший, переговорился на шифрик, я решила как бы сочетать две профессии в одном учебнике. Я работаю как композитор и пианисты, и я целью своей мела продолжить традиции русской исполнительской школы и русской композиторской школы. Так возникла моя школа, русская школа, и будет наступать пиано. О ней можно много рассказывать иградно, поскольку у нас очень, так сказать, такое сжатое время, то я вам только чуть-чуть расскажу, покажу, и звучит несколько сочинений. Школа особая, это именно не сборник, это школа, потому что здесь и разделы, основы композиции, как мы понимаем, это то, с чего строительный материал, с чего строится каждое произведение, а именно интонация, основы музыкальной речи. И вот в первом разделе интонация и мелодический рисунок произведения, способы звукоизвлечения. Второй раздел посвящен всем нашим очень большим проблемам ритмическим, потому что сложные ритмы и простые, и, как говорится, многообразие этих форм ритмических, то же самое, это большая проблема для всех. Поэтому созданы специальные пьесы на, как говорится, вот эти большие задачи. Третий раздел полифонический, здесь тоже самое, мы сталкиваемся, и это очень развивает, и необходимо услышать на доголосе полифония, а русская полифония подголосочная на богатейшей полифонии. Еще раздел посвящен музыцированию ансамблевому, где, я считаю, что это неотъемлемая часть процесса обучения и очень необходимая, когда творчество проявляется и в ансамбле, и в педагогах, и ученика, и в двух учеников. И созданы 15 ансамблей, которые учатся здесь в нашей школе. И, наконец, тоже раздел, который очень важен, услышать партнера и прокомпонировать инструменту. Тут ансамбли для домры, балалайки, фагота, то есть очень разнообразные 15 ансамблей, которые вошли. Вот эта школа. Я хотела бы просто чуть-чуть вам сыграть из каждого раздела, поскольку школа большая, и здесь все мы случайно, скажем, то, с чего начинают совсем маленькие. Вот он подходит к инструменту, и мы обычно обучаем как? Мы обучаем руки и носы, чтобы руки были свободны, аппарат свободный. А что в русской школе особенного? Да это, конечно, речевая выразительность. Вот посмотрите, любое произведение, созданное русским композитом, и черты исполнительской культуры. В чем? В контиленности, выразительности интонирования, в этих больших линиях, которые характерны для русской музыки и для исполнительской школы. И вот для того, чтобы добиться, должно быть абсолютно полное владение аппаратом нашим. Он должен быть абсолютно свободен. И чтобы это, как говорится, у нас сейчас скорости в этом веке огромные, и мы все хотим играть очень быстро. Но для того, чтобы быстро сыграть, должно быть подготовлено аппарат. Он должен быть свободный. И чтобы появилась беглость. И чтобы появилась не только беглость, когда мы можем услышать там, не знаю, 16-ми, 32-ми сыгранные пассажи. И это никого сейчас уже не удивляет. Удивляет осмысленное исполнение. Удивляет звукоизвечение. Удивляет. Посмотрите, вот сейчас лауреатов много. Огромное количество. Но как они играют? Очень часто нас не удовлетворяют, потому что именно основному, а именно интонированию выразительному, душе так называемой, не уделяется почти внимания. Даже в нашей консерватории уже все-таки традиции великие. И то, и то это большая проблема. Выразительно приинтонировать, выразительно исполнить, осмысленно, в смысле формы, это большая проблема. Поэтому с самого начала, когда мы начинаем, то мы освобождаем аппарат, чтобы аппарат был свободен. И мы говорим, вот свободное падение, мягкое, свободное падение, значит перенос. Но чтобы просто перенос сыграть, интереснее гораздо сыграть какое-то уже маленькое, но осмысленное сочинение. И вот с этого начинается школа. Когда, и я еще не сказала, что школа, помимо того, она еще и богата тем, что здесь русские интонации в основе. Подлинные русские интонации. И композиции, они не только все основаны на русских интонациях, но они исповедуют русскую ритмику, как говорится, все особенности русской исполнительской и композиторской культуры. Поэтому, скажем, даже в самой первой пьеске тут несколько, как говорится, задач, уже стоит, скажем, та же задача фразировки. Уже сразу. Это неинтересно играть просто переносы, а интересно сыграть осмысленную фразу. Значит, уже момент фразировки сразу идет. Это маленькое произведение, оно имеет достаточно много задач сразу. И ученику интересно, потому что он и это, и это, и вместе с тем технологическая, как говорится, необходимость освобожденной руки, освобожденного мягкого падения. Или проблема штрихов. Вот, кстати, у скрипачей эта проблема не стоит. Они берут текст и сразу начинают размечать. Вверх, вниз, смычок и кап сыграть. Пианисты, они могут все. Они играют как попало очень часто. И штрихи для них не имеют такого значения, как необходимо. Потому что штрихи – это что? Представьте себе лицо, которое без бровей, без ресниц, без всего, что это за лицо? Каждый штрих – это портрет. Портрет музыки. И если вы этот штрих не выполнили, это, как говорится, получается безлично совершенно. Это неинтересно. Поэтому, скажем, вот есть такой штрих, который во всей венской классике основополагающий. Это так называемая пара связных. Вот сыграть там, скажем, у Моцарта в редакции «Голденвизер», например, написан штрих пара связных, фраза идет такая. А на самом деле, надо понимать, что эта фраза единая, она протяженная. Но там, где чуть-чуть как бы дыхание разделяется, и так далее. Понимаете? То есть, значит, уже идет речь, уже идет разговор, уже идет длинная фраза, то, что свойственно русской исполнительской школе. И поэтому, скажем, пара связных, как его отрабатывает этот штрих? Он трудный. Он всегда, например, играется, если это... Обязательно выскакивает вторая нота. Это как... А значит, если положил кистью мягко и снял, получается абсолютно естественно. И вот на этой пьесе у меня написано, на этот штрих... Вот уже на этой пьесе можно отработать спокойное владение штрихом. И так, это, как говорится, штрих тынутый, обязательно вот мягкий штрих портаменто, который всегда в пианизме очень много употребляется. Вспомните, и романтика, как говорится, вспомните, что у того же Шопена штрих в романе, понимаете, Шумана. Поэтому этот штрих надо отрабатывать вот в таком возрасте. И именно не отрабатывать, а скорее услышать его. Вот как вы услышите, значит, у вас абсолютно естественно это произойдет. Или, скажем, размеры сложные. Мы знаем, русская музыка, она очень богата сложными составными размерами, сложными смешанными размерами. Масса примеров. У римского, у корсакова 11 четвертей, у 7 четвертей, 5 четвертей. Это все сложно. Но как сделать, чтобы это было естественно? Значит, вы должны слушать насквозь вот эту пульсацию. пульсации вообще в музыке. Заметьте, если, скажем, вы играете сонатом Бетховеном или Моцарко, если пульсация внутренняя теряется, распадается вся пульсация. Получаются маленькие вот эти квадратные гнездовые поселки, как говорят. То есть нет музыки, нет разговора, нет музыкальной речи. А вот эта пульсация, она все соединяет, она делает естественное развитие музыки. И вот здесь, конечно, очень важно, вот скажем, один из примеров, сейчас собираю на такие ритмические моменты, пьеса «Веселые прогулки». Тут очень важно послушать, ксинкопированные ритмы есть. Сейчас ксинкопу уже входит в наши души очень, так сказать, хорошо. Но, тем не менее, она тоже разная, ксинкопу. Вот такая пьеса «Веселая прогулка». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok как проходящее непрерывным развитие вот этот пульсовый ритм. Дима Торзок Вот вы, наверное, не заметили, где здесь 6, 8, где 5 из них. Потому что единая линия, идет пульсация внутренняя, и она соединяется, и пьеса получается очень напевная. Но это естественное развитие. Или вот, скажем, если говорить о халифоническом разделе. Вот такая пьеса «Подголосочная прибыль». Она богатейшая в русской музыке. И вот здесь, заметьте, услышать эти два голоса, как они сливаются, как они в несон сливаются потом, это очень интересно. Но здесь еще штрих, который легатный штрих, это очень сложный штрих. А вот другая пьеса, сочетает в себе интересную ритм петлу, 5-8, палифонические приемы, экономические, обратные движения, и вместе с тем пульсацию, которая есть. Называется «Тихая беседа». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одну из задач, которую мы ставим в программах, мы играем в полифонии, в программах и младшие, и старшие группы обучения, и уже ХТК, как такой самый-самый трудный задачи, многочисленные стоят. Я думаю, что если говорить о пианизме, о школе пианизма, то овладение именно полифонии Баха это одно из самых вершин. Мы это понимаем позже намного. Когда мы сами обучаемся, мы думаем, что Бах это обязательно. А что такое Баха? Это уже не говоря о финансовской стороне. Не говоря о том, что это интонационно богатейшая музыка. А ещё это школа пианизма. Если вы ХТК поиграете немного, как говорится, несколько грюди и фу, и достигнете того, чтобы играть ХТК без педали, я подчёркиваю, без педали. Я этот эксперимент сделала 10 лет назад. Сейчас мои ученики все играют почти без педали. Баха. И это не музейный Баха, а потому что всё должно. Руки наши, они, как вам сказать, они должны достигнуть той самой степени пластики, чтобы суметь выразить пальцами через кисть свободную, выразить всё богатство полифонической музыки Баха. Это очень, поверьте, это очень трудно. Это трудно добиться вот этой самой пластики. Но она помогает везде. Потом она и в шапе, и в шумании, и, как говорится, в других стилях она совершенно какой-то беспроигрышный вариант. Потратить время на это совсем не зря. Я в своё время потратила на это время. И полюбил так Баха, что я не могу ни дня прожить, вот это я вам точно говорю, если я не поиграла дома Баха, я играю в многие клей люди и фуби, естественно, и без педали, то я просто считаю, что день вообще не состоялся. Потому что это не только заполняет, понимаете, даже приятно осознать, что физически ты всё можешь. Просто даже физически готовится преодолеть все вот эти трудности полифонией и услышать каждый голос. Это невероятно. Это обогащает тебя и даёт такую вот, ну, я не скрою, мне много лет. И, вы знаете, до сих пор я играю, до сих пор я, как говорится, выступаю. И я ни дня у меня нет без бабокса. Потому что просто физически ощутить даже. Вот ты играешь... including седьмой и запäischenки. Эта форма нужно это будет. Быстро тропиноватica. Это не только просто сред 곧. неп Устроим на место. Она з adoptionно. Это сети воспоминально все равно некий. Она иск enduring которая защищает. Пока вечера стыкала. Она разложила к очкам. Продолжение следует... Нога у меня здесь стоит, как вы сами понимаете. И любые трудности, полифоническое переплетение, где она находится, всё это делается руками, всё это делается. И поэтому руки становятся мягкие, свободные, свободные к выразительности, потому что здесь это очень важный момент. Я отвлеклась немножко на бар. Но я хочу сказать, что это большая школа. Это большая школа, я очень рекомендую многим это понять, и не совсем поздно понять, потому что мы понимаем это где-то уже потом. А так формально относимся. Я уже не говорю о том, что, конечно, когда вы слушаете музыку баха, оркестролога, и там, кстати, штрихи очень важны. Заметьте, сколько там штрихов разных. И это обогащает всю эту палифоническую палитру. Потому что здесь и вот это портаменты, и кинуты, и легаты. Но это техника. Это техника, которой добиваться только работы и слушания. Потому что уши всё время в напряжении, они всё время слушают. И когда я говорю о штрихах, например, в школе всё подготовительное было до того, как возник цикл. Как штрихи к портрету. Разные песни. Капризули, обидели, шалун. Разные характеры. Разные характеры штриха. Ну, например, она глупо, конечно. Капризули. Так, как есть. Что,こ. Что, что. Да? А это дело. Это такая небольшая пьеса, но уже портрет. Я хочу попросить меня помочь в ансамблю. Здесь большой целый раздел посвящен ансамблю. Здесь 15 разных ансамблей. Начинается совсем с двух нот, буквально, две ноты, но надо их вовремя взять. И ученик играет всего, он очень хорошо запоминает эти ноты, где они расположены и всё прочее. Это самое самое начало. Си, ря и сон. Но переменный метр 2 четверти и 3 четверти. То есть воспитывает внимание. ПОДПИШИСЬ! 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 Вот. Но ритмически достаточно трудно, надо быть просто предельно внимательным. Если сказать, что здесь квадрат из двух тактов, и всегда на второй, как говорится, берется нота, то это облегчает исполнение, точно. И еще надо быть внимательным, две ноты, но разными руками все время, думать какую-то руку, без репрессии, прямо на спу себе переиграют, да? Я забыла, что мы с вами договорились о репризе. Спасибо. Ну да, да, да. Но здесь суть ясна, да? Повторяет этот рисунок, вот этот повторяет. Довольно сложная, но вместе с тем вот такая задача стоит. Еще один маленький ансамбль называется Литавр слышен бут. Во-первых, есть возможность педагогу рассказать, что такое за инструмент литавры, за вот эти котлы, как на них играют, и это всегда интересно. А всего две ноты в басу до и соль, но с ритмическим рисунком. Все остальное играет учитель. Играет музыка. 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 Еще один отца. В Москве, в городе. И еще один раздел, который я сказала с инструментами. Но здесь мы можем показать, это в кассетах записано. Вообще надо сказать, что там школы лежат. И некоторые с кассетами, кто-то хочет послушать их кассетах, очень хорошие музыканты. Я назову солистку Осиповского оркестра Светлана Дамреско, народный артист Попов Валерий Фаготист, совершенно изумительный музыкант. Дмитрий Красинский, ну ряд международных конкурсов, я там выбираю. Так что это одна сторона кассеты, а вторая сторона кассеты, моя музыка другая. Симфоническая, камерная, разная. Так что это просто в школе кто захочет. Как вторая часть школы, я сделала такой рождественский альбом ансамблем. Потому что я считаю, что воспитание в ансамбле это одно из самых таких серьезных и интересных дел, которые есть, творчество зарождающее и, как говорится, его стимулирующее. Поэтому я создала вот такой рождественский альбом. Он состоит из девяти пьес разных трудностей. Я покажу, может быть, мы покажем, да, когда пьес. Послушать можно было. Значит, первое, с чего начинается рождественский альбом, это «Славим Рождество». И здесь это сравнительно нетрудно, но мы здесь будем играть. Значит, такое прославление Рождества, самого светлого, замечательного праздника. Рождества Рождества Вот еще одна пьеса, называется она «Сакура зимняя». Ну, мы все представления имеем, вот образ такой сакуры цветущая, это вот облако розовое, такое невероятно красивое, цветущая вишня японская. И она удивительная действительно, вот когда она цветет. Но есть сакура другая, сакура зимняя, она вся, вот представьте себе, вот эти вот ветви голые, как говорится, немножко поникшие, трагичный образ. Вот здесь такой образ, вот здесь такой образ, зимняя сакура. Но на какой-то момент она как бы оживает, и потом опять становится зимняя сакура. Сакура зимняя сакура. Сакура зимняя сакура. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но если они, кроме того, в музыке слышат образ содержания и тембры, вот это да, то, что всегда слышал, скажем, Нейгауз. Заметьте, не знаю, слышали ли вы записи Нейгауза ХТК. Это не лучшая его записи, сразу скажу. Это не лучшая запись в плане того, что это не его музыка как бы. Но ощущение богатства тембровое, я уже не говорю, потому что так он играет, скажем, Шопена или Сгрябина, а Шопена концентрный. Послушайте, это какой-то звук, какой-то выразительнейший звук. И вместе с тем он не тяжелый, ведь можно же, как говорится, таким прикосновением плотным, добиться тоже анти-выразительности, потому что тогда этот звук становится несистым. Понимаете? А он поёт всё. И опёртость вот эта, как говорят, певец поёт на опоре или без. Значит, там голос во всю мощь проявляется или он просто вообще с нотым голосом поёт фактически. это то же самое. Значит, это просто элементарные вещи, которые с самого начала постигаются, с самого начала пианизма именно с возраста младшего, маленького. Потому что как только, не только руки, а услуг, уши услышат это, считайте, что человек начинает прости как музыкант. Потому что это уши. Это самое главное. Музыканты. Уши. А если, допустим, выступает энсамблевая пара или аккомпанирует пианист певцу. Всегда надо говорить, что фактически там надо иметь три уха. Значит, одно ухо слушаем, что делает певец, другое ухо, что делаешь ты, и третье ухо – ансамбль совместный. Значит, три уха надо иметь. А это сложно. Это сложно. Кстати, очень сложное искусство. Концертместерское высокого рампа искусства, оно очень сложное. Даже как ансамблевое искусство, но очень сложное. Может быть, даже сложнее, нежели золото, как говорится, у гаинского. Потому что там он свободен, как говорится, там он выражает себя эмоции и в лучшем случае текст. А в худшем случае только себе. У вас очень чувствуется ощущение пальца. Откуда идет? Отсюда, отсюда, отовсюду, от спины? От свободного аппарата. Это понятно. А все-таки откуда? От спины. Я так говорю. Ученик садится. В любом возрасте. Знаете, у меня очень много случаев разных было и очень интересных. Например, она мне приехала специально, вообще не скрою, что приезжают люди ко мне, специально получить лауреатом конкурса международного, мы с ней делали программу. Она приехала. Вроде все получается. Такая зажатая. Я говорю, Юля, ты никогда не сможешь ничего выразить только руками. Это невозможно. И вот мы с ней, сколько, года два, она приезжала регулярно через каждые два месяца ко мне. Я ее освобождала. Представляете себе? Она же уже студентка. Она уже студентка. Она уже прошла, как будто, и уже заканчивала практически. И вот она поняла, что надо делать. И вот этот аппарат, когда освободился, у него появился звук. Появился выразительный звук. Ее узнали. Понимаете? Я там уже не говорю. У меня японцев очень много учится. И они вообще, у них, когда они приезжают в консерваторию, я вся говорю, еще нужно училище заниматься. Еще им надо многое, так говорится, делать. Они все бегают, хорошо бегают. Понимаете? Она не такие зажатые отсюда. Она совершенно невыразительная. Невыразительная. Это такое дело, понимаете, это аппарат, это у нас все. Или он ничего не даст, как говорится. Ну, я даже пример такой приведу. Мы со многими музыкантами спорили. Михаил Перетнёв, крупноречено. Он играет зажатый. Зажатый. Отзуда звук. Вы внимательно послушайте его звук. И этот, он все может. У него абсолютно, как говорится, полный порядок. Аппарат зажатый. А это виноваты были учителя с первых на звук. Понимаете? Они не заложили это. Они не заложили это. Они не показали. Они, видимо, вот, и потом сейчас тенденция есть очень нехорошая. Когда, ну и ЦМШ, я уже не говорю ЦМШ нам, просто даже в некоторых музыкальных школах дают не по возрасту произведение. Они тяжелые, они не могут еще одолеть этого. У них еще нет, они ни голова не подготовлены, ни руки не подготовлены. И начинается, что они переигрывают. Вот у нас в консерватории было года три, Андрей Викторович тогда снимал. Просили меня, умоляли найти, кто снимет музыканты. И, значит, кто владеет видеоаппаратурой, значит, снять вот этот вот конгресс. Был конгресс музыкантов. Приехал один из Израиля, другой из Америки. Два музыканта. И конгресс был на тему профессиональные заболевания. Его приглашали с ЦМШ учеников, с консерватории учеников. И вот эта уникальная запись вот у нас есть. Потому что это, вы знаете, это сплошные спины зажатые, вот отсюда уже все у них они зажаты. Они ничего не могут. Они, как говорится, играют все спокойно, все преодолевая, но с трудом. И вот эта зажатость потом фиксируется и умножается. И вот когда умноженная зажатость с многих лет, они уже не чувствуют, что они играют зажато. Они физически это не ощущают. А сказывается это в основном на исполнении и на звуке. Вот и все. И это все. Скажите, а что вы скажете об исполнении Марсуева? Я его не люблю сразу. И мы не любим. У меня... Нет... Я вам задала по этому вопросу. Он родственник Наины Ельцин. Он хорошо читает. Конечно. Везде ему дорогу дали. А как вам Сергей Тарасов? Тарасов? Там два Тарасова. Какого вы имеете? Сергей. А, Наумов? Я его давно не слышала. Он в Москве почти не играет. Мы его слышим. Каждый год у нас в Касиме. Да? Приезжает? Интересно. Потому что был еще один Тарасов. Как его звали? Я не помню. Молодой музыкант. Он так... По-моему, Сергей Тарасов он так и не кончил консерваторию. Его уже... Он закончил в Ростове. А, в Ростове, да? В Москве. А, вот это тот Тарасов. Да, да. Тот. А, давно. Давно, конечно. Он играет в Касиме, да? Да. Мы его любим. Он у нас был один Тарасов. Ну да. Он ушел. Хорошо. Хорошо. Мне тоже нравится. Просто пианизм. Я помню, интересно, как вы относитесь к его пианизму. Если помню. Я просто сейчас не могу. Уже не подумаю. Понятно, если я помню... Потому что он... Десять лет он в Москве играет один-два раза. Ну да, да, да. Ну это... Там везде все схвачено. Да. Он играет сердцем. Понимаете, сердцем... Не имеет площадки. Это точно. Это мы знаем. Как он слышал. Ну да. Ну так. Пока все вопросы. Советы. По культуре. Да. Да. У вас там по порядку. Как там в порядке играть будем? Всего? Всего? Нет. Сюда все удобно.